Вы на канале How to Spain. С вами, как всегда, я, Виктория Белякова и мой гость Александр Матицын, педагог, переводчик и испанист. Сегодня тема нашего видео – цифры. Поговорим о цифрах от 20 до 100 и разберем некоторые другие сотни. Если вы не видели наше предыдущее видео, где Александр научил нас грамотно произносить цифры от 1 до 19, вы найдете его в описании к этому видео или по ссылке на экране. Здравствуйте! Рад приветствовать вас на канале Виктория Белякова. Мы продолжаем говорить о цифрах. Я вам хочу объяснить, как называются цифры от 20 до 100. На самом деле, надо запомнить только основные цифры, а дальше они образуются очень просто. Например, 20. И дальше прибавляется к 20 цифры от 1 до 9. То есть 21 будет 21, 22, 22. 22, 22. За эти деньги можно покрасить волосы, помыть, подстричься и даже сделать укладку в салоне. 23, 23 и так далее. Следующие десятки. 30. Что можно купить на 30 евро в Испании? Много чего? Например, цветок, орхидею. 30. Разница только в том, что 20 заканчивается на «э», а 30 заканчивается на «а». И следующие десятки будут все заканчиваться на «а». и дальше 31, 31, 32, 32, 33, 33. Разница здесь между двадцатками и тридцатками только в том, что двадцатки все пишутся вместе слитно, а начиная с 30 и до 90 пишутся отдельно. 40, 40. И дальше 41, 41, 41, 42, 42. 50, 51, 51, 52, 52, 52, 58. За эти деньги можно сделать японское выпрямление волос. Очень легко образуется. 60, 60, 61, 61, 62, 62, 70, 71, 71, 72, 72, 72, 80, 81, 80, 81, 80, 92, 90, 91, 91, 92, 92, 92. 100. И одно замечание. Если в десятках у нас произносится «двадцать и один», «тридцать и один», то с сотнями нет предлога. Произносится «сто один», «сто один», или я хочу сказать «сто тридцать пять», «сто тридцать пять», «сто тридцать и цинко», то есть между сотнями и единицами или сотнями и десятками союза нет. Объясняю. Значит, разница «сен» и «сиэнто». «Сиэнто» – это цифра, когда вы говорите отдельно цифры, это «сиэнто», а «сиэн» пропадает окончание только перед следующим существительным. Допустим, я скажу «сиэн пахарос», «сто птиц», то тогда «сто» пропадает перед следующим словом. Угу. То есть если просто «сто», то мы всё равно скажем «сиэнто». «Сиэнто» – это «сто». А если мы скажем, допустим, «сто», я не знаю, там «сто машин», то будет «сиэнкочес». Тогда, друзья, «руки к работе», если это дословно перевести, а по-русски, наверное, бы вы сказали «к делу», да, Александр? По-русски это, можно сказать, «за работу». «За работу», «за работу», «к практике». Также, как в прошлом видео, давайте напишем свой номер телефона, произнесём, а дальше вы словами напишите в комментариях. В предыдущем видео мы использовали базовый подход, то есть просто называли цифры. А теперь давайте попробуем сделать это с помощью чисел. Итак, на моём примере номер 657-47-10-40. Как бы я сказала это на испанском так, чтобы легче всего было запомнить. Я говорю «сейтинкосьйете» «куарентесьйете» «диескуарента». Я говорю вот так. Александр, не знаю, поправит меня? Отругает? Нет, ну вы понятно всё произнесли, Виктория, нормально. Вот так как мне легче запомнить этот номер телефона. Александр, скажите, как вот, может быть, есть установленные правила, или как лучше говорить номер телефона, чтобы другому человеку, вашему собеседнику, было понятно и проще записать этот номер телефона. Я вот так запомнила этот номер телефона, так его и произношу постоянно. Не знаю, удобно кому-то или нет. Легче всего и для произносящего, и для слушающего произносить по одной цифре. Это проще и проще воспринимать. Хорошо. А десятками не произносите никогда? Десятками. Иногда произношу десятками. Дело в том, что это просто быстрее произносить десятками. Вот, если вы говорите понятно, вас понимают, то вы произносите десятками. Но на начальном этапе, если вы не уверены, то лучше произнести по одной цифре. Хорошо. Друзья, то есть если вы готовы перейти на следующий уровень, попробуйте десятками. Если нет, ничего страшного, если вы даже всю жизнь будете называть свой номер телефона по одной цифре. Вас тоже поймут и будут благодарны за то, что вы так чётко и понятно дали нужную вашему собеседнику информацию. А теперь я вам расскажу о том, как произносить цифры и понимать цифры от ста до тысячи. Они образуются очень просто. Напоминаю, сто по-испански будет фиэнто. Двести, дос фиэнтос, две сотни во множественном числе. Триста, трэс фиэнтос, три сотни. Четыреста, кватро фиэнтос, четыре сотни. Пятьсот, пятьсот по-другому. Киньэнтос, вот это исключение. Дальше, шестьсот, так же, как и предыдущие с двухсот до трёхсот. Шесть фиэнтос, шесть сотен. Семьсот, сетэ фиэнтос, семь сотен. Восемьсот, очо фиэнтос, восемь сотен. И девятьсот, нобе фиэнтос, девять сотен. Ну, там, правда, нобе фиэнтос гласное выпадает, но всё равно корень остаётся тот же. И тысяча по-испански будет миль. Если вы досмотрели это видео до самого конца, значит, испанский язык действительно интересен вам. Поэтому обязательно подпишитесь на наш канал, потому что уже в следующий четверг мы отправимся с вами практиковать цифры, которые вы учили в предыдущих двух видео. Мы пойдём за продуктами. Кнопка на подписку под этим видео. Кнопка на подписку под этим видео.